Доброго здоровья, с вами снова я. Мы продолжаем знакомить читателей и независимых исследователей с гуманоидными цивилизациями, широко известными в нашей галактике. Гуманоидная цивилизация из соседней Вселенной Делл. Представители этой цивилизации светлокожие и имеют европейскую внешность, то есть весьма напоминают наших европейцев, и при желании могли бы легко смешаться с толпой, переодевшись в земную одежду. Гуманоидные разумные существа относятся к светлым силам. Долиане выглядят как высокие стройные гуманоиды 1,8-1,9 метра, приятной внешности, со светлыми волосами и белой кожей. По космическим пространствам перемещаются на лучевых кораблях дисковидной формы, диаметром 7 метров и более. Не исключено, что внутри летающей тарелки, показанные на рисунке, пространство сжатое, и сами гуманоиды также находятся в уменьшенном виде. Сейчас вы наблюдаете рисунок «Космический корабль ВЦ-1» дал габариты 7 метров, экипаж 3 гуманоида, старая модификация аппарата 70-х годов. Рисунок сделан по описанию контактёра. Сейчас вы наблюдаете настоящий фотоснимок дисковидного аппарата, по нашему мнению, принадлежащего к ВЦ-1 дал. Место съёмки Мексика. Окотлан. Снимок 70-х годов. Сейчас вы наблюдаете изображение дисковидный аппарат цивилизации дал. Новый модификации. Реконструкция. Сейчас вы наблюдаете изображение космический околопланетный аппарат альтаирцев. Реконструкция. Внеземная цивилизация 1А. Система Альтаир. Альфа-созвездие Орла. Удаление 16 световых лет. Цивилизация гуманоидов, которые обитают на 7 планетах в плотных мирах. Достигли уровня СЦ-1, ВЦ-1. Из 24 планет системы заселены 7. Вся промышленность вынесена на спутники. Это удалённая промышленная зона. Внешне гуманоиды очень похожи на людей. Биологическое строение организма такое же. На руках по 5 пальцев. Но есть некоторые отличия. Глаза более крупные. Подбородок заострённый. Средняя продолжительность существования в одном теле 400-500 лет. В отдельных случаях до 1000 лет. Гуманоиды способны свободно левитировать на ограниченные расстояния без всяких технических приспособлений. Могут становиться невидимыми по своему желанию. Переходя на повышенные энерговибрации. На Луне имеют базу. Относятся к нейтральным силам. Держатся независимо. Не входят в какие-либо альянсы. В Галактическую Федерацию не входят. То есть они считают себя независимой и нейтральной цивилизацией. Так называемые серые силы. Вокруг тела наблюдается сильная биоэнергия. Спектральный тип энергии неизвестен. Сейчас вы наблюдаете картинку с наиболее приблизительным изображением этих инопланетян. Во время контакта с другими представителями цивилизации держится очень осторожное. Гуманоиды осуществляют как внутригалактические, так и межгалактические перелеты. В космические полеты одевают сложные поликомбинезоны. Для межгалактических перемещений используется корабль-матка в форме веретена, длиной до 200 метров, диаметром 30 метров. Сейчас вы наблюдаете изображение. Веретенообразный большой корабль альтаирцев над горами. 2018 год. Корпус серебристый. В атмосфере Земли перемещается методом простого сверхускорения. На борту он несет десятки околопланетных малых кораблей для разведочных целей. Форма у них в основном дискообразная. Метод перемещения в пространстве на дальние расстояния. Телепортация энергетическими импульсами. Эти гуманоиды посещают нашу планету редко, но регулярно, по определенному графику. Похоже, им интересны события, происходящие сейчас на Земле. СЦ-1. Планета Сахра. Созвездие весов. Планета имеет земной тип. Состав атмосферы и природа схожи. Размер ее меньше Земли. Гуманоиды плотно физического вида. Рост варьирует от 2 до 2,5 метров. Это европейская раса со светлой кожей. Спортивное телосложение. Бывают очень стройные. Нередко носят длинные волосы. От людей внешне почти ничем не отличаются, кроме высокого роста. Строение внутренних органов другое. Среди гуманоидов встречаются мужчины и женщины. Между собой они могут разговаривать словесно или телепатически. У всех жителей планеты одинаково развиты ясновидение и яснослышание. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами похожи на наши. Рождаемость и населенность территорий искусственно сдерживаются. Живут гуманоиды очень долго, в среднем по 600 лет. Некоторым даже это надоедает. Сейчас вы наблюдаете изображение. Дисковидный аппарат ВЦ созвездия весов. Реконструкция. Относится к цивилизации, курирующей Землю. Входит в состав светлых сил. Имеет представителей в Галактической конфедерации. Очень обеспокоены экологическим состоянием человечества и Земли. Они контролируют уральский регион на Земле. И отслеживают все техногенные аварии в тех районах. Принимают активное участие или помогают косвенно в их ликвидации. При посещении Земли по мере возможности берут биологические пробы почвы и растений. Контактер был свидетелем, как гуманоиды брали пробы с деревьев. Срезали тонкие полоски коры и упаковывали в проверки. Сейчас вы наблюдаете изображение. Дву выпукло дисковидный корабль возле Земли. Пришельцы вблизи планеты летают на типичных дисковидных, выпукло дисковидных и сатурновидных аппаратах. Эллипсоид с широким ободом. Аппараты пришельцев наблюдались на Урале, в районе города Азбеста. 1990-1993 годы. В то время там происходили техногенные аварии на горно-рудных предприятиях. И сейчас вы наблюдаете рисунок, как выглядят эти пришельцы. Гуманоиды доверительно и благожелательно относятся к людям. Близкие визуальные контакты 2-го, 3-го, 4-го рода и телепатические дистанционные контакты происходили в январе 1985 года. Контактер М.Л. Город Обдинск, Калужская область. По приглашению гуманоидов контактер имела возможность слетать на их планету на космическом корабле и совершить экскурсию по окрестности. Полет длился 40 минут. Космический аппарат выглядел в форме типичной летающей тарелки. Линзовидный объект диаметром 12 метров. С утолщением в верхней части. Во время посадки тарелка вставала на три мощные опоры. Люков, дверей иллюминаторов не было видно. Цвет корпуса серебристый. Двери в тарелке раскрывались створками. За ней была еще одна дверь. Автоматически выпустилась лестница из четырех ступеней. В кабине управления были три кресла. Перед креслами находились пульты управления 40 на 60 сантиметров. С многочисленными кнопками и рычажками. Кнопки светились и пульсировали. Экипаж корабля состоял из трех гуманоидов. Они были одеты в серо-голубоватые обтягивающие комбинезоны, которые выглядели литыми. Помещение освещалось ровным сиянием. Источника света не видно. Момента взлета и посадки не ощущалось. Не чувствовалась и скорость полета. Сейчас вы наблюдаете изображение. Сильно выпукло дисковидный или сатурновидный корабль в околоземном космическом пространстве. Корпус может светиться желто-коричневым цветом, а широкий обод — оранжевым цветом. Из основания корабля иногда выпускаются зондирующие лучи голубого, синего и зелёного цвета. Реконструкция. Автор статьи — уфолог, исследователь Павел Хайлов. Для телеканала ТВ Экстра. Итак, как вам статья? Если понравилось, можете поставить значки пальцем вверх, а также написать комментарий, о каких цивилизациях вы хотели бы ещё узнать описание как внешности, так и их кораблей. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok